И тут всё, ребят, ну просто всё. Здесь и романтические переживания, здесь и комические моменты, здесь и драмы, драмы, драмы. Всем привет! Сегодня я дальше буду рассказывать сегодня совершенно шикарные книги под названием «Грасно да прелеста». У меня есть собрание книг Дюма, но так уж вышло, что почему-то в это собрание не входит граф. Я в какой-то момент осознала это, поняла, что на секундочку, я же его никогда не читала. Безобразие! Дюма, я знакома не попала на слышке, читала много всего, и «Трёх мушкетёров», и «Двадцать лет спустя», и «Викон Доброжилон», и «Дведь и Анны», и «Ожерель королевы», и «Королева Марго». Ну, в общем, мы знакомы. И я была уверена в нём, что он не будет как бы меня расстраивать, огорчать, что мы с ним на короткой ноге. Но, тем не менее, почему-то я боялась начинать читать графа, так как всё-таки зарубежный классик, а меня школа напрочь отучила, от классики. И несмотря на то, что зарубежную я очень сильно люблю, особенно английскую, ну, в данном случае, французская она, я всё равно немножко так побаялась, тем более такое легендарное произведение, одно из самых популярных у автора, и я боялась, что у меня ожидания слишком завышены. И зря. Эта история заходила у меня буквально с самых первых страниц. Я обожаю толстые книги. А тут смотри-ка, смотрите, какое счастье, какое-то умудрище. Я была неимоверно счастлива. И тут свыше тысячи страниц. Я наслаждалась буквально каждой страничкой. Здесь нет, несмотря на объём, никакой затянутости, никаких длительных философских размышлений, утомительных диалогов, многостраничных описаний природы. Здесь прям тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун втопиваются. И это совершенно поразительно. Это удивительно при таком объёме. И такая короткая, и такая вот вообще нет воды. Ну ни капли. И всё так... Вот. Собственно, в чём сюжет? Если вдруг существуют люди, которые не знакомы, с чего всё начинается, каждому русскому уху знакома фамилия Дантес. Ну, если вам не знакомы, я напомню, это убийца Пушкина. Эксен Сергеевича. Поэт такой есть. Так вот, у главного героя оказывается имя Эдмон Дантес. Эдмон Дантес, это очень перспективно мало. Он добряк. У него масса моральных достоинств. У него карьера намечается... Ему и обещается пост капитана судна. И в личной жизни всё хорошее. Он собирается жениться на прекрасные преданные девушки. С моральными прекрасными качествами тоже. И всё бы ничего. Но у него есть враги. У него есть враг по карьерной линии. У него есть враг по линии личной жизни, который завидует. И он тоже любит эту девушку. И есть просто вредный сосед, в конце концов, который ничему не помешал. И вот враг его в карьерной, в карьере, скажем так, он придумывает одну затею. Очень недобрую, эколарную. И в присутствии того паренька, который любит будущую жену нашего героя, тот парень, ну, не сказать, что глуп, но до такого бы не додумался. Максимум додумался бы там шпагу в пузо воткнуть. И тот в присутствии второго озвучивает одну идейку. И даже частично воплощает её в жизнь. Тому второму и остаётся только финальный штрих сделать. И он делает, конечно же, нашего героя Волокут, представителей власти. И тут ему не везёт. Дело в том, что этот человек, которому его привели, он сочувствует, ему верит, что человек хороший, что он не вреден государству, но обнаруживает, что если он его отпустит, это может повредить его карьеру. Но это же недопустимо. Лучше загубить человеку жизнь, чем допустить, чтобы он загубил ему карьеру. И с этого начинается злоблючение нашего героя. Всё это разворачивается в эпоху, когда такая вот рокировочка постоянная между присутствием на французском троне корсиканца Наполеона и Людвига XVIII. Это же Людвиг был, да? И они всё время друг друга с этого трона спихивают. И вот в эту эпоху и начинают разворачиваться наши события. И когда бедствие заканчивается, граф идёт сначала, в смысле, Эдмин идёт сначала благодарить тех людей, которые за него страдали, когда у него начались неприятности. Но потом, конечно же, надо мстить своим врагам. Как же без этого? И тут всё, ребят, ну просто всё. Здесь и романтические переживания, здесь и комические моменты, здесь и драмы, 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 здесь и хитросплетение судеб, и коварство, и высокий просто ум, здесь и яды, здесь и интриги. Здесь просто многоходовочки, ну совершенно гениальные. И приключения, конечно же. И сокровища. Я недавно в тегах, в теге, «Росклинация через призму книг» я писала в графе, что где нужны были потайные местечки. Я указала грамма Монтеклиста там. И сокровища, и изобретение ума человеческого, и добродетели, и геологические древа даже. Вы знаете, я огромная поклонница, родословная. Упс, волосы, куда вы лезьте? Ну просто вот книга на любой, мне кажется, это универсальная книга, которая понравится всем. Теперь об издании. Это, кстати, совершенно уникальный случай, единственный в моей жизни, когда я начинала читать книгу в электронном варианте. Но она меня так восхитила, что я умудрилась добыть ее в бумажном, вот в таком совершенно чудесном, прекрасном, изумительном издании. Вот посмотрите, какая прелесть. Вот посмотрите, из этой серии же там еще есть Королева Марго и Кремушки Тюра. Тоже в этом же стиле. Это у нас создательство Азбука. Кто подписан на мой инстаграм, уже видел эту книгу о всех подробностях. Помимо того, что здесь совершенно изумительная обложка, здесь есть закладка в виде синей ленточки под цвет обложки. Ну, я бы хотела предупредить о двух подводных камнях. Читать ее вам будет неудобно. Именно в силу того, что она очень сильно объемная. Это либо надо ее на стол положить, либо если вы ее любите читать книги, лежа, это люблю делать я, то на подушке, на руках держать вообще нереально. Она невероятно тяжело. Если держать вот так, вы будете очень сильно устраивать, и под руку просто физически не сможете ее читать. Это минус. Поэтому я бы все-таки рекомендовала приобретать те издания, где книга бы ставлена в двух томах, а не в одном. Мне было, в принципе, нормально, потому что, когда я ее приобрела, мне оставалось прочитать где-то вот так. От общего объема. И, ну, в принципе, если положить на подушке, то почти удобно. Когда мне надоело, надоедало лежать на правом боку, я садилась в турецкую позу, ну, в позу йога, я не знаю, лотоса в смысле, и клала на одну коленку, и таким образом читала. Еще один момент. Здесь есть иллюстрация. Вы можете сказать, да что, да что? Это же плюс наоборот. Сомнительное дело в том, что изображения подписаны. И под изображением есть надпись, которая может спалить сюжетную линию, которая на данном развороте описывается. Я много раз себе уговорила, даже не смотрю на картинку, пока не прочитаешь весь разворот книги. У меня не получалось. Я смотрела. Поэтому, если вам нужно издание, которое будет украшать вашу полку книжную, рекомендую. Она, правда, очень красивая. Мне даже захотелось привести в том же издании другие книги, но я себя уговорила. Дело в том, что Тремушки и Тера у меня совершенно случайно в двух изданиях есть. И Королева в Марго у меня тоже уже есть. И как бы, зачем мне эти книги? просто, чтобы они стояли, ну, как бы, я себя уговорила. Еле-еле, кстати, пришлось постараться. Ну, и у меня все к изображениям. Странные какие-то. Один и тот же мужчина изображается то с лысиной, то с шевелюрой богатой. Девушка в одной и той же позе. И у нее за фоном, во-первых, разные изображения. Ну, в общем, разный фон. Ну, допустим, разных ракурсов ее показывают, например, да. Но при этом платья на ней тоже разные почему-то. На том изображении, иллюстрирующие ту же сцену, что и следующая, она там с бантиком, вот тут вот, воротничок, там, еще какие-то украшения для одежды. А на второй иллюстрации просто обычное платье с вырезом. И все, никаких дополнительных украшений. То есть, изображение не до конца поработает. Теперь о документальной составляющей. Юмара нашел в свое время, я считаю, просто золотую жилу. Он брал какие-то полицейские отчеты, архивы, находил среди них что-то занимательное, действительно, порой в жизни такие сюжеты подкидывает. Не один фантаст не додумается. И развивал эту историю до потрясающего романа. И при этом, правда, не всегда соответствовал истории. Например, Бекингем никак не мог быть с отношениями с Анной Стриской. Дело в том, что он вообще не любил отношения с женщинами. Если вы понимаете, о чем я говорю. Ну и так далее. Так было и в этом случае. Рам Монте-Кристос существовал на самом деле. Из Валива Франсуа Пико. Все, что описывает в книге «Едема», просудило на самом деле. Ну, конечно, не в подробностях, а общие черты событий. Была месть, была подставка, наоборот, сначала была подставка, потом была месть. были деньги, внезапно слившись на голову Франсуа, но это были не сокровища, хотя справедливости ради сказать, что существует в мире остров под названием Таглиста, и в нем действительно ходят слухи, недоказанные пока вроде как никем. о нем в общем ходит в Валива, что там спрятаны сокровища. Соединив эти две истории, произошедшие с Франсуа и вот это сплетня об острове, где Ма написал эту потрясающую историю. Доходы его были столь высоки от данного произведения, что уже через год после публикации последней главы он смог позволить себе построить замок, который так и назвал замок Монте-Кристо. А в некотором состоянии от замка он построил в критическом стиле здание, которое назвал крепость и на вкладке его написано название произведений в нем. В этом здании писатель работал, писал. Правда, менее через 10 лет Димал вынужден был подавлением кредиторов, был вынужден продать эти потрясающие постройки, скажем так, обзовем их таким образом. Это, собственно, все, что я хотела вам рассказать о графе Монте-Кристо. Если вы еще с ним не знакомы, это огромное упущение. Вы, правда, много упустили в своей жизни, немедленно идите и восполняйте пробелы. Правда, вы не пожалеете. Это что-то совершенно потрясающее и уникальное. На этом все. Пока-пока. До скорых книг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова